В первую очередь спасибо организаторам за приглашение на эту очень интересную конференцию. И тема моего выступления – это плоскоклеточный рак легкого. Как вы знаете, для России это проблема даже более важная, чем неплоскоклеточный, поскольку большинство наших пациентов – это именно пациенты с плоскоклеточным раком. И до последнего момента, в общем-то, мы, кроме платинового дуплета, ничего не имели для плоскоклеточного рака. И, в общем-то, такое благоприятное событие, что на сегодняшний день мы получили целый ряд новых опций. Я начну с теоретических положений. Наверное, Анна Игерина уже, так сказать, тоже осветила часть из них, поэтому, может быть, я повторюсь. Что мы сейчас имеем, какие опции? Конечно, стандартную химиотерапию. Мы имеем различные цитостатики, и уже, так сказать, начиная с 2000-х годов, мы можем выбирать лучшие цитостатики для плоскоклеточного рака или для аденокарцинома. Ча-на-стимпиометриксит у нас появился, который лучше работает при аденокарциномах. Мы научились определять определенные драйверные мутации. Мы можем выявлять пациентов с мутациями GFR, ALK, ROS и другие. И эти пациенты как раз лучше всего отвечают именно на таргетную терапию и хуже отвечают на иммунотерапию. И, естественно, тема нашего сегодняшнего собрания – это ингибиторы чекпоинта, так называемые блокаторы PD-1, PD-L1 и CTL4. Ну, все вы хорошо знаете уже механизм. Есть ингибиторы, которые работают на то, чтобы, так сказать, иммунные клетки не узнавали опухоль. И благодаря новому наклонам тела мы заставляем иммунную систему работать против опухоли. И, соответственно, это может быть на уровне работы между дендритными клетками антиген-презентирующими и телемофоцитами, где у нас работают препараты антистелефол, которые, в общем-то, хорошо себя зарекомендовали при меланоме. И ингибиторы PD-1 и PD-L. А что могут нам дать новые препараты? Вы хорошо знаете вот эту всю, так сказать, схему. Видите те возможности, которые нам дает только химиотерапия. И пятилетняя взрываемость, к сожалению, она не превышает нескольких процентов в этом случае. Если мы используем ингибиторы чекпоинта, то, как видно из этой кремой, которая была представлена только что, так сказать, на конференции в Мадриде, мы можем уже достичь трехлетней выживаемости 18% и пятилетней выживаемости 16%. При этом, как вы видите, формируется определенное плато после трех лет. То есть это характеризует то, что больные, не все отвечают на иммунотерапию, но те, кто отвечают, они имеют достаточно длительный период выживания. И вот разница между трехлетней выживаемостью и пятилетней выживаемостью всего составляет 2%. И поэтому, конечно, для нас, как клиницистов, наверное, самое главное – это попытаться выявить вот этих пациентов, которые, так сказать, дожили до этого времени, ответили на иммунотерапию. И этот ответ действительно у нас достаточно длительный. Существует несколько препаратов. Из них два у нас в России зарегистрированы. Это неволумаб и пембродизумаб. И ряд препаратов еще находятся, так сказать, в стадии клинических исследований. Ряд из них зарегистрированы уже за рубежом. Но, как видите, у всех у них в монотерапии общий ответ они превышают где-то 20%. Я начну с неволумаба, поскольку тема моя – это плоскокречный рак, а исследование Checkmate 017 – это такое классическое исследование для плоскокречного рака, поэтому наиболее, так сказать, полно изучена терапия плоскокречного рака именно в этом исследовании. Дизайн достаточно был стандартный для всех исследований. Вторая линия больных с плоскокречным раком – либо 20-таксел в стандартной дозировке, либо неволумаб 3 мг на килограмм, который вводился раз в 2 недели. Больных было в обоих группах одинаковое количество – 135, в основной 137 дозитоксел, и они были одинаковые по всем характеристикам, которые могут иметь значение для результатов исследования. Какая оказалась частота объективного ответа во второй линии лечения неплоскокречного рака? Как видите, 20% для неволумаба и 9% для дозитоксела. При этом был отмечен один полный ответ. В случае неволумаба, в случае, так сказать, контрольной группы, полных ответов не отмечалось. Здесь представлен водопад, который четко показывает действительно разницу между больными, которые получали неволумаб, голубым цветом отмечено, и больными, которые получали дозитоксел. Первый показатель – выживаемость без прогрессирования. Достоверно отвечался в группе неволумаба – 3,5 против 2,8. Видите, кривые достаточно хорошо расходятся. И также это было подтверждено общей выживаемостью – 9,2 месяца против 6 месяцев при дозитокселе, при стандартной терапии. Если произвести анализ по подгруппам, то вы видите, что в сторону неволумаба практически все показатели, такие как предшествующая терапия разными препаратами, ЭКОК-статус, время завершения, метастазы в ЦНС, статус курения. Ну, один вариант, только в этот возраст, больше 75 лет, оказался в пользу дозитоксел и не европоидная раса. Да, вот видите, 2,2 такой, так сказать, точки оказались с другой стороны. Был сделан анализ зависимости от статуса PDL. И, как видите, во всех группах, вне зависимости от степени экспрессии, оказалось преимущество в сторону неволумаба. Также частота объективного ответа, она также не отличалась от вороженности экспрессии PDL1. Как видите на этой схеме, 17 против 10, если меньше 1%, 17 против 11, если больше 1%, 15 против 12, если меньше 5%, больше 5%, 21 против 8, меньше 10, 16 против 11, и 19 против 9, в случае, если у нас экспрессии PDL1 больше 10%. Безопасность. Нежелательных явлений тоже оказалось значительно меньше в группе неволумаба, чем в группе дозитоксела. Как видите, 59 против 87. Нежелательные явления, которые привели к прекращению лечения, также в 2 раза были меньше, 5 против 10. Кроме того, в группе дозитоксела было 2-2 случая смерти, чего не было отмечено в группе неволумаба. Тут перечислены основные нежелательные явления, которые встречались. Какие, как усталость, остыни, снижение аппетита, тошнота, диарея. Все, как правило, они все-таки в значительной степени были 1-2 степени, и что касается, так сказать, группы неволумаба, также они отличались в лучшую сторону. Специфические нежелательные явления, такие как эндокринопатия, гипотиреоз в больных случался, это, в общем-то, так сказать, характерно для аутоиммунных таких реакций. Поражение желудочно-кишечного тракта, печени, пневмонит в легком, встречались очень, так сказать, много тоже кожных специфических поражений, но они, так сказать, были, как правило, 1-2 степени, легко купировались стероидами. Время развития этих нежелательных явлений, как правило, происходило в первые 3 месяца. Эти самые большие стулки, ну, от 0 до 3 месяцев, и, соответственно, по мнению продолжения лечения эти нежелательные явления встречались все реже и реже. Таким образом, заключая по исследованию ЧЕКМЕЙТ 0.17, можно резюмировать, что действительно это исследование показало значительное увеличение общей выживаемости и выживаемости без прогрессии, медиана 9,2 против 6 месяцев. Клиническая эффективность оказалась независима от экспрессии PD-L1, и профиль безопасности был достаточно благоприятным. Кроме этого, отмечено выраженное облегчение симптомов у больных, которые получали тоже НИВЛУМАП. И у них гораздо реже развивались различные отрицательные динамики в виде одышки, кашля и болей. Теперь перейдем к другим препаратам, которые используются при лечении плоскоклеточного рака. Как я уже сказал, у нас есть три группы препаратов иммунотерапии. Если начать с антипиди-1 терапии, то НИВЛУМАП мы обсудили. И следующий препарат, который также является эффективным для лечения плоскоклеточного рака, это пембролизума. Про это исследование рассказывала Анна Игоревна подробно, такие нот 0,10, да. Но я хочу отметить, что все-таки, несмотря на то, что там в основном были больные с неплоскоклеточным раком, там была все-таки группа больных с плоскоклеточным, сквамозом, рак. И, значит, здесь отмечено небольшое количество пациентов, которые были тоже в этом исследовании. Но общее количество не такое большое, да. То есть 83% было с плоскоклеточным раком и 400% с неплоскоклеточным. Поэтому, конечно, плоскоклеточный рак немножко здесь растворился, так сказать, в общей группе. Но, тем не менее, результаты тоже достаточно впечатляющие. Три группы больных было с разными дозировками. И, как вы видите, значительное преимущество в пользу иммунотерапии вне зависимости в 2 мг на килограмм или 10 мг на килограмм, но достоверно отличалось от стандартной химиотерапии. Следующий препарат, который применяется тоже при плоскоклеточном раке, у нас еще пока не зарегистрирован. Но, тем не менее, так сказать, я думаю, что в ближайшее время это произойдет. Это от Эзолизумаб, компания РОЖ. Здесь представлены данные большого исследования третьей фазы, которая называлась ОКО. Видите, 1225 больных. И тоже тут были больные и неплоскоклеточным, и плоскоклеточным раком. Но, как видите, здесь уже 222 больных, то есть достаточно большое количество плоскоклеточным раком. И результаты, в принципе, здесь также достаточно оказались позитивными. Здесь представлена общая выживаемость, как вы видите. Кривые тоже достаточно хорошо расходятся. 13,8 месяцев в группе от Эзолизумаба и 9,6 месяцев в группе, которые в стандартной химиотерапии доцитоксил получали. Еще один препарат, который сейчас активно используется для иммунотерапии, это Дурвалумаб Астрозенека. Я покажу небольшое исследование второй фазы, 98 больных, но это именно плоскоклеточный рак. То есть это те пациенты, которые использовались иммуноонкологией при плоскоклеточном раке. Автор Астрозенека сейчас проводит очень много исследований, только в нашем центре 5 или 6 исследований идет с различными видами иммунотерапии. Ну, как видите, тоже достаточно хороший результат. Кривые достаточно широко расходятся. И мы видим, что в зависимости от статуса PDL большой разницы нет. Правый столбик показывает, что все больные вне зависимости от статуса PDL они отвечали достаточно одинаково. И здесь представлены цифры общего ответа. Как вы видите, это общий ответ 16,2 против 6,7 в группе доцитоксела. И выживаемость без прогрессии почти в два раза выше. 25% против 13,3%. То есть, в принципе, этот препарат, хоть на сегодняшний день и еще не зарегистрирован, даже за границей не зарегистрирован для плоскоклеточного рака, то все-таки, так сказать, видимо, будущее у него такое происшествует. Ну и такой заключительный слайд, поскольку мы сделали обзор по всем препаратам, на конференции у пяти экспертов, которые занимаются лечением рака легкого, фамилии здесь представлены, вы их хорошо знаете, это Гондар, Эдельман и другие. Задан был вопрос. Пациент, который получил одну линию химиотерапию с плоскоклеточным раком, флатиновый дуплет первой линии, ПДЛ позитивный больше 1%, возраст меньше 80% и кокс-стадос 0,1%. И как ответили эксперты, так сказать, мы не знаем, кто из них кто, но вот эксперт номер один сказал пембролизумаб, эксперт номер два сказал отозелимаб или невелумаб, эксперт номер три сказал пембролизумаб, эксперт номер три сказал отозелимаб или невелумаб, и, соответственно, эксперт пять сказал тоже отозелимаб или пембролизумаб. Ну, в нашей ситуации, если говорить о зарегистрированных в России показаниях, мы тоже можем только два выбрать, это либо пембролизумаб, либо невелумаб. И, если говорить о плоскоклеточном раке, тоже хочу представить последнее исследование компании Астрозенека, которое тоже только-только закончилось. Как вы знаете, плоскоклеточный рак, он высокочувствительный к лучевой терапии. Если, так сказать, в России третью фазу, третью стадию рака легкого в основном, так сказать, на себя берут хирурги и оперируют, то, в общем-то, в Европе третья стадия, в общем-то, это удел лучевых терапевтов. И, как правило, я не говорю даже про 3Б, а даже 3А, все-таки, как правило, большинство больных подвергается лучевой терапии. Ну, в первую очередь, даже химии лучевой терапии одновременной. Ну и, соответственно, я думаю, со временем мы к этому придем. Немножко придется у хирургов работу отобрать, но я думаю, что это еще произойдет не так скоро. Но, тем не менее, больные третьей стадии, видите, тоже 713 больных, которые прошли химио-лучевую терапию, и те, кто из них не спрогрессировал, были включены в две группы. Основная группа получала иммунотерапию, начиналась она в промежуток с 1 по 42 день и продолжалась до прогрессии. Группа плацебо была в два раза меньше, 237, и, соответственно, сравнивали эффективность в этих двух группах. И результаты, как видите, тоже достаточно впечатляющие. Общий ответ оказался, так сказать, 28 против 16% лучше в основной группе. Выживаемость без прогрессии даже больше, почти в три раза, 16,8 против 5,6 месяцев. Кроме этого, было оценено развитие метастазов у этих больных. То есть, если в группе иммуноонкологии метастазы развивались в целом через 23 месяца, а в основной группе через 14 месяцев. И метастазы в голову, соответственно, тоже, так сказать, бич, который преследует наших пациентов, особенно когда они уже находятся год или два у нас на лечении. Видите, в два раза тоже реже развивались метастазы в голову. И есть еще отдельная работа, которая посвящена иммуноонкологии. И действительно, так сказать, есть данные, что именно иммунотерапия, она препятствует развитию метастазов в голову. И, в общем-то, тоже это является показанием для назначения, а не противоказанием. Поэтому на сегодняшний день вот эта терапия, она не является стандартом, но уже, так сказать, среди западных онкологов достаточно громко звучит голос, что назначение иммунных препаратов после химии лучевой терапии в ближайшее время может стать стандартом, учитывая вот эти данные. Тем более, так сказать, мы понимаем, что с помощью лучевой терапии мы увеличиваем антигенность опухоли. И, наверное, это тоже является определенным моментом, который способствует именно хорошей работе этих препаратов. Ну и в заключении, те проблемы, которые у нас существуют, вот экспрессии PD-L1, как ее определить? Как видите, у нас есть не один вариант, а куча разных антител, которые определяют, причем для каждого препарата свое антитело. Вот. И часть из них, так сказать, определяют PD-L1 на мембране, часть на иммунных клетках. Поэтому, конечно, вопрос очень важный, это выработка новых маркеров для лечения. Ну, как вы слышали, так сказать, для плоскоклеточного рака это может быть не так важно, но тем не менее, в целом для прогресса иммунной онкологии, конечно, это очень важный фактор, и выработка новых каких-то показателей, там пытаются найти, обсуждается вопрос тумор-мотейши-борден, но тем не менее, в клинику пока это сложный вариант привести. Но тем не менее, когда мы наконец как-то стандартизируем показатели, то сможем, наверное, улучшить результаты лечения наших больных. И комбинации, конечно, интересные комбинации, потому что, хоть они и более токсичные, но тем не менее, результативность комбинаций, как правило, в два раза выше. Если монотерапия дает 17-20% ответа, то комбинации могут до 40%. Но здесь представлено просто такое еще исследование док, клиническое, ингибирование различных путей. И в том числе применяли дендритные вакцины. И тоже один из, наверное, будущих, так сказать, вариантов хорошего лечения с использованием онкологии, это применение комбинаций различных иммунопреподобных, таких как анти-PDL или анти-CTL-4, и добавление еще аутовакцины собственной. Поэтому, конечно, наверное, в будущем такие работы уже появятся, исследования такие ведутся. Я думаю, что это тоже, в общем-то, такой большой прогресс нас ждет. Ну и заключение тоже, может быть, повторюсь, о перспективах. Конечно, сдвигается все в первую линию. Использование в качестве неодевантной терапии сейчас достаточно хорошо изучается. Есть исследования, где небольшое количество больных с первой и второй стадии получали всего два введения невлумаба перед операцией. И это совсем небольшое, так сказать, недлинное лечение, которое не откладывает операцию, как, допустим, неодевантная химиотерапия, да, которая требует проведения, там, двух-трех циклов химиотерапии и происходит задержка, там, на 2-3 месяца. То просто введение двух, введение невлумаба на ранней стадии привело к тому, что 43 патологических ответа мы видели. То есть это, в общем, достаточно высокий показатель. Ну и перспектива, конечно, вот, так сказать, новых нозологих. Как вы знаете, в частности, вот, при лимфоме Ходжкина до 80% бывает ответов, в отличие от наших 20. Комбинированное применение и поиск новых маркеров эффективности. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Уважаемые коллеги, вопросы какие? Сергей Владимирович, на практике все-таки, вот, как мы, как вы считаете, будем определять в виде тестирования при плосколечном раке? И будем ли назначать препараты? Ну, назначать, конечно, будем. К сожалению, так сказать, мы все только находимся в начальной стадии изучения, потому что тоже в нашей клинике, наверное, с разными препаратами, так сказать, ну, было не больше, наверное, 40 больных на иммуноонкологии. Из них плоскоклеточным раком, наверное, ну, 5 максимум, так сказать, да? Вот, поэтому, конечно, о каком-то собственном опыте говорить еще рано. Ну, я думаю, что изучать ПДЛ все равно нужно, так сказать, и это, наверное, все-таки показатель, который нам действительно поможет. И, в общем-то, это такой показатель, который может и меняться в динамике, поэтому, конечно, так сказать, нужно быть, и не смысл определять даже не только, так сказать, момент первой диагностики, а и в процессе лечения. И что касается плоскоклеточного рака, то он не является показанием значения препаратов, но какую-то, так сказать, дополнительную информацию и накопление, в первую очередь, так сказать, данных для дальнейшего вобщения, это будет, я думаю, иметь значение. Потому что по некоторым данным все-таки какая-то небольшая тенденция есть, да, что лучше результаты даже от плоскоклеточного рака, если высокий ПДЛ. С другой стороны, вот мы сейчас лечили больного, у которого был ПДЛ 90%, и он не ответил на иммунотерапию. Да, это тоже, о чем мы говорим, что поиски маркеров предиктивных, они продолжаются, и ПДЛ-1, это не единственный маркер, о котором можно, наверное, говорить, скорее всего, да? Жизнь делает свои коррективы. Хорошо, будьте добры, коллеги, есть еще вопросы? Нет? Сергей Владимирович, спасибо. Да, пожалуйста. В отношении поражения головного мозга, довольно часто мы видим больных раком легкого с поражением головного мозга. Какая эффективность и целесообразно ли применять, не является ограничением к применению препаратов при поражении головного мозга? Я считаю, что действительно это, наверное, достаточно эффективно. Есть отдельная работа сейчас, которая была тоже доложена в Мадриде по больным с поражением головного мозга, и там было показано, что применение этих препаратов улучшает выживаемость. И вот работа, которая с химио-лучевой терапией и последующим назначением тоже на онкологии тоже это показала. Поэтому я думаю, что это вот те тяжелые патцезенты, которые, так сказать, затрудняются, так сказать, мы затрудняемся их лечить, потому что очень мало опций у нас для лечения головного мозга. Как раз вот эти препараты, они, наверное, здесь будут нам очень сильно помогать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!